МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Через четыре года после провозглашения Конституция Западной Армении стала настоящим инструментом, который укрепляет права человека и права коренных народов. То, что было невероятным несколько лет назад, меняет реальность. Это эффективно показывает, что воля людей может преодолеть неописуемые трудности в достижении нового значения в их истории, не только готовясь к своему будущему, но и восстанавливая прежнюю реальность. Таким образом, Конституция Западной Армении основана не на пост-геноциде, а на идее армян. Таким образом, это вне жертвенной идеи, подчеркивающей тот факт, что армянский народ имеет ценность для человечества, независимо от существования исторического геноцида. В этом смысле это Конституция коренных народов, что однозначно подтверждает его природу. Попытку имела свою роль в разработке Декларации ООН о правах коренных народов в 2007 году. Конституция, хотя и недавно принятая, уже имеет историческое прошлое, которое имеет дополнительную ценность. Таким образом, эта годовщина показывает, что существует путь, который, с одной стороны, ведет к законному освобождению людей, их исконных земель, а с другой стороны, посредством стратегического подхода в этом вопросе, в то же время опираясь на международное право. Никас Лигерас, председатель Конституционного совета Западной Армении. 9 мая армянский народ отмечает тройной праздник. 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, годовщину освобождения Шуши и ведовщину создания арцахской армии обороны. В Армении Арцахи воздают дань уважения памяти победивших и увековеченных армян, а также ветеранов войны, которые живут рядом с нами и дают уроки героизма и мужества подрастающему поколению. С утра 9 мая прошли мероприятия в Ереванском парке победы в Степанакерте и в Шуши. В Ереване прошло воздушный парад с участием ВВС Республики Армении. В Арцахе освобождение Шуши и исторические победы отмечаются немасштабными событиями. В рамках Дня Победы, формирования армии обороны Республики Арцах и празднования 28-го годовщины освобождения Шуши, 9 мая высокопоставленные лица Арцаха посетили Степанакерский мемориал, а затем и Шуши. Шуши у постамента танк памятника и памятник у полководца Увазгину Саркисяну возложили венки. Арцах посетил премьер-министр Республики Армения Никол Пашиня. В Армении за сутки зарегистрировано 146 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом новости Армении. Ньюс.эм сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздравой Республики. В общей сложности на утро 9 мая в стране зарегистрировано 3 175 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечится 1852 человека за день. Их число увеличилось на 94. Вызоровели 1267 человек. 49 за последние сутки. Скончались 43-4 пациента. Число увеличилось на 1. 21 мая новоизбранный президент Республики Арцаха Райка Ротюнян даст торжественную клятву народу в историческом шуше в качестве подтверждения своей веры в светлое будущее. Как передает Армен Пресса, Ротюнян заявил об этом на своей странице в Facebook в своей поздравительной речи, посвященной тройному празднику. Обращаясь к армянам, живущим на родине и в Диаспоре он заявил, что это ко многому связывающий момент. Он объявляет, что присягу президента Республики Арцаха он даст 21 мая из исторического шуши во знаменование славных побед армянского народа и в качестве свидетельства светлого будущего. Подразделение российской военной полиции провели патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы в провинции Алеппо. Сообщается в информобилюдение российского центра по примирению враждующих сторон Сирийской Арабской Республики. Воздушное патрулирование проводилось силами армейской авиации. Сирийская армия в провинции Даре проводит спецоперацию по нейтрализации банды террористов. Ранее боевики убили 9 полицейских в районе города Аль-Муза-Риб, сообщает портал Аль-Маздар. На данный момент банда, связанная с группировкой Джабхат Ан-Нусра, укрывается в провинциальном центре Даре, расположенном в 110 километрах к западу от Дамаска. Террористы оказались окружены солдатами армии Сирии, однако на ультиматум сложить оружие не пошли. В это же время солдаты Сирийской Арабской Республики ведут борьбу с членами террористической группировки Исламского государства, которые укрылись на востоке провинции Хомс. По сведению портала, в пятницу боевики пытались атаковать военнослужащих в оазисе С-Сухна в 70 километрах от Пальмиры, однако получили отпор и отступили. Напомним, в конце января сирийская арабская армия выбила террористов из города Маарет Ан-Нуман, крупнейшего оплота, бандформирования на юго-востоке провинции Длиб. Министерство культуры и туризма сделало заявление об ограблении камней исторической стены Тегран-Акерта города в Западной Армении, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Известно, что стена была построена во времена Хи-Итов или Харин Арараци и считается второй самой длинной стеной в мире после Великой Китайской стены. Были приняты меры, чтобы найти тех, кто совершил это преступление. В результате расследования были найдены 10 грузовиков, загруженных камнями. По распоряжению губернатора Тегран-Акерта и мэра на восстановление стен было выделено 13 миллионов 500 тысяч лир. Достойный сожалению, случай произошел ранним утром 8 мая у двери церкви Цунунцур-Паства Татин в Бакр-Гюхе. Неизвестный попытался поджечь входную дверь церкви и скрылся. Совет церкви обратился в Дирекцию безопасности. Еще до информирования об инциденте Патриархату Духовным пастырем церкви помощник Общей дирекции безопасности Стамбула связался с Патриархатом и выразил сожаление в связи с инцидентом, пообещав, что преступник будет задержан в ближайшее время. Согласно расследованию, проведенному армянской стороной, ни церкви, ни комплексу не было нанесено никакого либо ущерба. Отмечается, что подозреваемый был задержан вечером. Расследование продолжается. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Карим Хамран Гишеш. Субтитры подогнал «Симон» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!